Тетелеграп, Великобритания, Европа одобряет план Украины по проведению выборов на контролируемом сепаратистами Востоке, но националисты протестуют против предательства. Алек Лун, Тетелеграпок, Великобритания 4 октября 2019 года Европа одобрила принятие Киевом формулы Штайнмайера с целью развития зашедшего в тупик мирного процесса на подконтрольном сепаратистам Востоке Украины, хотя националисты протестуют против этого шага, считая его капитуляцией перед Россией. Это подготавливает почву для встречи президента Владимира Путина со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским на переговорах с Францией и Германией. Формула, впервые предложенная в 2016 году тогдашним министром иностранных дел Германии Франком Вальтером Штайнмайером, Франко-Алтерстейн Мейер, предусматривает проведение местных выборов с участием международных наблюдателей в районах на Востоке Украины, которые с 2014 года контролируют поддерживаемые Россией сепаратисты. Если Организация безопасности и сотрудничества в Европе, ОБСЕ, придет к заключению, что выборы были свободными и честными, то Киев предоставит этим районам особый статус в соответствии с законом об особом порядке самоуправления. Режим прекращения огня, о введении которого страны договорились в Минске, по-прежнему нарушается, и в результате вооруженного конфликта погибли более 13 тысяч человек. Владимир Зеленский заявил во вторник, что представители Украины, России, сепаратистских территорий и ОБСЕ подписали вариант формулы Штайнмайера, устранив все препятствия для проведения встречи в нормандском формате с Владимиром Путиным, Эануэлем Макроном и Ангелой Меркель. Он пообещал разработать законопроект об особом статусе. Франция, Германия и Великобритания одобрили этот шаг Зеленского. В Министерстве иностранных дел, Великобритания, заявили, что новый президент Украины продемонстрировал явное стремление к поиску дипломатического решения, и потребовали от России немедленно прекратить поддержку сепаратистов. Представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил в четверг, что мяч теперь на стороне Киева, и от него ждут практических шагов для начала реализации формулы Штайнмайера. Ранее пресс-секретарь Владимира Путина назвал принятие, Киевом, формулы Штайнмайера позитивным фактом и важным шагом на пути реализации достигнутых ранее договоренностей. Но по поводу деталей мирного процесса по-прежнему существует разногласия. Владимир Зеленский заявил, что местные выборы не состоятся до тех пор, пока Украина не восстановит контроль над границей с Россией. Против этого заявления сразу же выступили лидеры двух сепаратистских республик, получающих через эту границу финансирование оружия. Во вторник и среду вечером на улицы вышли сотни протестующих, которые назвали формулу Штайнмайера капитуляцией перед Россией. Если над этой, удерживаемой сепаратистами, территорией будет установлен украинский контроль, причем, контроль не только над границей, но и над всей территорией, то тогда можно будет говорить о выборах, заявил в интервью изданию «Телеграф», «Телеграф», руководитель Киевского отделения ультранационалистической организации «Правый сектор», экстремистской организации, запрещенной в РФ, примечания редакторов, Юрий Гуренко. Выборы, проводимые террористическими группами, не могут быть легитимными. Предшественник Владимира Зеленского Петра Порошенко и бывший премьер-министр Юлия Тимошенко, а также Святослав Вакарчук, известный рок-исполнитель, ставший депутатом, считает формулу Штайнмайера недопустимой. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.